Это здание, где находится музей Каюма Насыри, восстановленный памятник архитектуры татарского деревянного зодчества конца 19 века. Само оригинальное здание, где жил Каюм Насыри, вдарело еще в 70-х годах. Новое построили в 2002-м и на месте старого фундамента. Одна часть здания она просила вниз, другая как бы она еще более-менее держится. Из-за трещин фундамента деревянный дом покосился, а наличники на окнах отходят, в подпол проникает вода, говорит руководство. Но музей продолжает принимать гостей. При планировке в 1995-м явно не рассчитывали на такой поток туристов. В выходные музей принимает до 300 человек. Лестница ощущается, то есть постоянно очень сильные вибрации, когда поднимается группа, например, в 40-30 человек. То есть ты, когда находишься уже в холле на втором этаже, чувствуешь эту вибрацию. Это как раз и комната, которую снимал Каюм Насири. Религиозный просветитель, ученый, математик, астроном Каюм Насири жил здесь последние 15 лет своей жизни. Музей хранит личную трость татарского деятеля и часы-хронометр, по которому он составил географическую карту Казанской губернии 19 века. Есть и рукописное наследие. Эта книга называется «Исагужи». В переводе с персидского языка на русский означает «логика». Как раз эта книга служила учебником для изучения логики в Медресе, в котором он преподавал. Родословное древо Каюм Насири изучают и сегодня. Туристы приезжают даже из-за границы. Но здание уже не отвечает всем требованиям. Когда ждать ремонта? Этот вопрос сегодня прокомментировали в Национальном музее. Когда будет ремонт, я не могу сказать, потому что нужно специальное финансирование. У Национального музея средств на ремонт нет, к сожалению. Но мы планируем. Здание в удовлетворительном состоянии не признано аварийным. Музей в ожидании не только ремонта. Это место планируют превратить в культурный центр с чайной и парковой зоной. Парковых зон здесь у нас именно в старинной, в этой исторической части города не имеется. Гости нашего города из далеких регионов, даже из-за рубежа приезжают именно сюда, в старт Татарскую Слободу. Им хочется увидеть лицо старой Казани. В 2025 году исполнится 200 лет со дня рождения Каю Монасыри. Хранители музея надеются, что к этому времени здесь точно станет просторнее. Анна Городова, Андерсентальцев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова